Всем привет! Я не знаю, как так получилось. Мы сняли целое видео, но при этом не сняли ни начало, ни конца. Видео мы писали на протяжении где-то двух месяцев и сейчас вы поймете почему. Поэтому это начало, а в конце будет конец. У нас один большой механизм сейчас заводится, то есть Саня отдал свой фэтбайк на обслуживание, чтобы его продать и купить другой велосипед. Другой велосипед это велосипед текущей моей жены. Мы его тоже будем не просто обслуживать, а апгрейдить, чтобы Саня его в итоге подарил. А на чем же Анюточка будет ездить? А вот за этим мы как раз-то сейчас и едем. Вы помните, в одном из видео мы принимали решение, что брать скальпель или топ-стон и в итоге мы определились. Вот, друзья, наше чудо. Санька, ожидал? Этого? Да. Вот это? Да. Серьезно? Да. Да я уже заплэдил. А, люди же не поверят. Где деньги? Ладно, пофиг. Они уже забрали, Саня. Просто, чтобы вы не думали, это первый канадейл, который я купил за свои деньги. Анюточка, цени. То есть, те все тестовые и не мои, по сути, мой топ-стон могут забрать. Да я не знаю, я думал, тебе его подарили. Не, Вася, только тебе все дарят. Некоторые думают, что Васе все дарят. Я недавно узнал, что и он все покупает. Ну ладно, то фигня. Блин, я вообще цвет сначала хотел его купить. Ну, был только вот, который у нас, полосочкой. И мне так жалко было. Я хотел поменять с обществом своей женой, если можно. Не, ну так забирай вот этот, а я тот оставлю. Я скажу, что... А, там карбоновые колеса, нет. Не, на самом деле, этот цвет действительно прикольнее. Тот тоже хороший. То есть, мне тот нравится, но если бы выбирать с нуля, конечно, я выбрал бы этот. Сюда, мне кажется, розовую звезду поставить. Он вообще будет такой идеальный, скажи. Мне кажется, сюда можно вообще любого цвета ставить. Сейчас сразу же сделаем наклеечку, чтобы вот этот стакан заклеить. И тросики его не перетирали. Все, велосипед готов. Забираю. Спасибо, Вася. Пожалуйста. Сейчас будет реакция. Жаль, что не мне ее дарят. Что? Ну, он великой? Да ладно. Какой красивый. Зачем ты снимаешь? Завози. Посмотри, в каких я штанах. Завози. Выехали тестировать новинку и тренироваться. Сегодня первая тренировка. Первый обхильчик с непривычки. Прям на первой передаче. Нелегко дается. Но ничего, месяцок потренируем на обхил и будет хорошо. Все, первый обхил взят. Сегодня тренировочка будет маленькая. Вообще, я не думал ехать и куда, потому что погода должна была быть плохой. Планы были уже. Ну, а тут бац, солнце, все дела. И мы решили все отложить и поехать впервые кататься на новом Топстоуне. Дел очень легкий. Вот прям пушинка. Я удивлена. Он очень дорогой и очень карбоновый. Наверное, в этом причина. Я просто сравниваю с Фаердейлом, на котором я каталась два года. Это вообще несравнимо просто. Который в пять раз дешевле, который стальной. Ну да, несравнимо, согласен. А что должна говорить? Нет разницы. А в этой хонке мы еще не готовили ничего. Надо взять за цель. А мы приехали в Межигорье. Рано утром, пока никого нет. Межигорье это замечательный парк, который теперь стал парком. До 9 утра здесь вход 70 гринс человека. И я думаю, что пару раз в неделю мы сюда просто будем ездить, тренироваться. Потому что здесь есть шикарные участки для восстановления. Спуски. Гладенькая дорога, как зеркало. И есть потом высокие такие подъемы, где можно прям отрабатывать нормально кардио. Короче, не успел я заехать в крафт зимы еще. А я у них, вы помните, брал штаны, которые мне якобы не подошли. И вот эту курточку. Я говорю, что совсем не подошла. В штанах я бегал в итоге в этих всю зиму, потому что температура была ниже минус 15. Долго достаточно. И они оказались просто идеальными. Но самое главное, я в них на велосипеде катался неоднократно. Почему? Потому что виндстоппер. Ты вообще не потеешь. Я даже сейчас в них, несмотря на то, что температура где-то плюс 3, плюс 4 сейчас. Ты едешь со спусков, тебе ничего не продувает. Но, в принципе, мы сейчас не активно так тренируемся, чтобы я потел сильно. И поэтому я их оставил уже давно себе. Но курточка, главное, первый раз сейчас выехал. Я там не один раз пробежался, а она мне не подошла. А на велике отлично. Мне кажется, это вообще велосипедная штука. Они просто не разобрались. Ну, а посмотрите, как здесь красиво. И утром никого. Можно ездить, тренироваться. Просто шикардос. А кроме всего прочего, я сейчас не только ее выгуливаю первый раз с велосипедом. Она должна привыкать. Поэтому нам хорошо в таких безлюдных местах, ровненьких, красивых. Мы еще и отдыхаем. Я, кстати, только что придумал, что раз в неделю мы будем с целью тренироваться, сюда выбираться. Потому что, ну, 100 гривен, 140 заплатил. И обхильчики, все вот эти дела, круто. Но сейчас я еще и тестирую некоторые вещи, которые у нас в прототипах с BlackPack. Вы могли их увидеть в этом видео. Может, еще увидите. Но это не финальные версии. Это самые-самые первые прототипы. И сумочку катаю за спиной. Та, которая вот начала продаваться. Если вы не видели, обязательно посмотрите видео. На велосипеде с ней просто отлично. Что, ты вошел с меня? Мне бы тяжело такие горышки брать. Кстати, я и забыл, зачем мы выезжали первый раз. Мне ж надо было размер проверить, надо возвращать или нет. Ведь она еще не каталась ни разу. И на Васином ей было хорошо, но все-таки меня до последнего смущало. Ну, типа она метр семьдесят пять и размер S. Но здесь все та же история. С топстоунами размерность смещена. И у меня вот эта рама М-ка. Хотя все остальные велосипеды между L и XL. То есть, именно на размер, если не на полтора, размерность смещена. Если брать тренировочный процесс. Заезжаешь и по кругу катаешься. Тут даже уже велотрек размечен есть. Получается, заехал. Спуск. После спуска опять ровненькая такая площадочка. И в этом же стоке подъем. Вот его ей надо научиться брать. Сегодня вряд ли она это сделает. Но пройдет какое-то время и все получится. Вот поворот на этот подъемчик. И дальше просто серпантин. Я уже говорил когда-то. Написано десять процентов. Но это не так. Я катался в разных местах по десяти процентовым подъемам. У этого круче подъем. Скоро будешь залетать в него. Давай, давай, давай. Тащи. Можешь ты снимать? Нет. Пусть на тебя все эти 270 тысяч подписчиков смотрят. И говорят, ну давай, давай. Давай. Я тут вообще не требовательный к ней, потому что подъем и для меня сложный. Ну если не на первой ехать, а если именно на скорость ехать. Он очень напрягает. Поэтому проехала, устала, остановилась. Это нормально, тем более для первого раза. Понравилось? Очень тяжело. А так за тренировку таких три раза сделаешь, и будет хорошо. Приехали в зоопарк. И здесь такой резкий запах, что даже я его ощущаю. Хотя я уже давно ничего не ощущаю. В общем, после такой маленькой поездочки я теперь полностью доволен, что мы не FSI взяли. Ей не нужен FSI. Это нужен Аня, Васю, которые маунтинбайком занимаются. А нам вот так, гревел, дороги. Да и в какое-то небольшое путешествие поехать на топстоуне намного проще. И бонки есть, все есть. Просто, что на переднюю вилку багажник не повесишь. Но на байкпакинге ехать прям вообще легко. Я жалею, что по Литве мы путешествовали не на этом вечере. Ну, кстати, да. Не потому, что Файердейл плохой. Он за свои деньги охрененный. И все равно самый красивый велосипед. Потому, что это красивым, ну, как бы нормально, но слишком технологично, как по мне. Файердейл, он просто идеальный был. Но просто там были грунты очень много. Обхилы. И мы ехали не на туринге, а именно на байкпакинге. Причем на лайтовом. То есть мы ночевали в отелях, в каких-то апартаментах. Вот этот велосипед для этого идеальный. Я мечтаю в этом году повторить что-то такое. Вот вместе с ней на двух топстоунах. Пишите, кстати, куда можно было бы поехать. Так, чтобы не слишком тяжело и километров 500-600 проехать за недельку. Несмотря на то, что мы сейчас дом строим. И январь-февраль выдались очень дохлыми месяцами. Я не заработал, можно сказать, ничего. Только расходы были. И я задумался, а нормально ли, что я зимой купил топстоу на нюдочке. Но сейчас я понимаю, что в любом случае с финансами наладится все. Потому что жопу рвем. А вот велосипед сейчас уже купить невозможно. Потому что сейчас логистические цепочки порушены полностью. И, к примеру, вот этот топстоун, чтобы купить, это надо было ждать аж следующего года. Не хотели засыраться, но, блин, межсезонье оно такое. Подобрать полностью сухой маршрут с трудом получится. Особенно, когда было много снега и теперь он весь тает. Едь, не останавливайся. Давай, давай. Едь. Все. Круто. Я довольна. Бельчик огонь. Решила сделать вставочку во вложек. Но на ходу решила все-таки камеру не брать, не записывать на ходу. Потому что в прошлый раз все помнят, чем это все закончилось. Так вот, я остановилась и хочу вам кое-что рассказать. Что же случилось с Фейердейлом? Многие спрашивают, как же ты могла такой красивый вельчик продать? Он реально был очень красивый, он мне очень сильно нравился. Фейердейл Викендер Арчер был для меня как велосипед выходного дня, так и туринг. Вы все помните наши катки по Литве и по Украине. Но по бездорожью было на нем тяжеловато кататься. Также на Абхилах он мне никак не помогал. Мне было очень тяжело на Абхилах. Когда мы ездили с группой людей, я всегда была последней. Мне казалось, что я какая-то кляча, очень слабенькая, не могу в холмик подняться. Но потом мы поехали в Ладыжин. И мне дали покататься на скальпеле. По-моему, он был больше размером, чем мне нужен. Он был Элька. И казался очень большим. Но при этом я была очень сильно удивлена, насколько он хорошо берет подъемы. Причем подъемы с препятствиями, с камнями, с палками. При этом я ни разу не останавливалась. Я постоянно ехала вперед. Я поняла, что дело на самом деле не в том, какая слабенькая. Просто велосипед не совсем мой подходил для таких препятствий. В общем, я поняла, что я хочу больше тренироваться не на длинной дистанции. Это я и так могу. А захотелось тренироваться именно брать Абхилы, прокачивать какие-то маршруты. Более сложные, бездорожье и так далее. В общем, захотелось Вельчик, который моет. Но при этом он должен быть подходящим для путешествий. Можно облепиться байкпакингом и просто поехать с Сашей в какие-то интересные страны, интересные локации. И при этом можно будет ездить и в горки легче, чем на Фейердейле. В общем, мы остановились на Топстоуне. Скальпель все-таки он больше для других целей. Но меня смущало, что у этого велосипеда руль баран. Я как-то не очень хорошо относилась к баранам. Я просто один раз попробовала, я чуть не упала, сильно испугалась и поставила на этом крест. Но Вася дал мне покататься на своем Топстоуне. За минут 10 я привыкла к рулю барану. Никаких не ощущаю дискомфорта или что мне страшно там, и он как-то плохо управляется. Не знаю, мне он подошел. Зря я переживала. Поэтому если вы думаете о палке или баран, все-таки вам стоит попробовать. Сейчас 6 марта 2021 года, я только начинаю накатывать первые километры на своем новеньком Топстоуне. Маленькая мелочь, но мне очень нравится, что тут есть на переднем колесе датчик, который сбрасывает весь пробег велосипеда в приложение Cannondale. Там есть интересная такая статистика. Можно посмотреть, сколько ты проехал за год, за месяц, все твои успехи. И нравится то, что он записывает все, если даже я не буду брать с собой телефон. Но вот я помню, что мы поехали с Сашей Межигорией, я с собой ничего не брала. Я прихожу домой, я беру телефон, открываю, а там все записано, сколько мы проехали, за сколько времени. Ну, как-то прикольно, не знаю, у меня впервые такое. Очень нравится то, что он весь карбоновый. Вилка, правда, стальная. Он при этом очень легкий, очень маневренный. Пока что я минусов для себя не нахожу. Возможно, когда будем турить, вот тогда что-то появится интересное и спорное. Хотя, не знаю, Саша ездил на Топстоуне своем очень много и вроде как ни разу не жаловался. Если на Фердейле ты едешь и стучишь зубками постоянно, и ничего не можешь с этим сделать, то здесь я переключаю вилку на жестче, мягче. В общем, блокирую, разблокирую, как мне удобно. И заметила такую фишку, что я еду постоянно. О, надо мягче. Ой, не-не, надо обратно, типа. То есть велосипед делает максимально удобной твою езду, и это очень круто. Мне понравился он в сером цвете, ненавязчивый, нет никаких непонятных полосочек, надписей. Очень все скромно, при этом, ну, то есть такой минимализм мне очень понравился. Я даже назвала его питоном, потому что, ну, есть такой серый питон. Как раз у него такие части рамы, здесь очень толстая, там худенькая. Вот мне что-то кажется, что он такой, типа, наевшийся питон. Еще один маленький плюсик для себя нашла, то, что на Топстоуне очень хорошо качаются ягодичные мышцы. На Фейердейле никогда такого ощущения не было. Все-таки посадка разная у этих велосипедов. И, честно говоря, мне больше нравится качать булки, чем болела, в основном, вот эта вот часть. Вот, но никогда ощущений, что что-то происходит с ягодицами не было. Вот теперь, мне кажется, этот велчик прям мне зайдет очень хорошо. Ну, в общем-то, друзья, пишите свои комментарии, понравился вам или нет этот велосипед. Может быть, вы твердо уверены, что ей все-таки нужен был скальпель. Буду рад почитать ваши комментарии. Но я со своей стороны могу сказать, что мы очень рады. И тем более в текущих условиях. Я недавно зашел в скрытый такой файлик. У меня есть доступ. Нет, у меня нет доступа, я не должен про это говорить. И я увидел, сколько на всю Украину есть велосипедов в разных категориях. Если вы имеете возможность купить велосипед, делайте это сейчас. Все, всем пока!